Почему майндмэп – это очень хороший инструмент, но в корне отличный от факт-карт? Потому что, когда вы структурируете материал на майндмэпе, вы совершаете несколько таких классических ошибок, которые характеризуют любые наши нарративы. Значит, о чём идёт речь? У нас с вами наша голова думает нарративами. Мы с вами создаём всё время истории. Вот есть совокупность фактов каких-то, свидетелями которых вы оказываетесь, и часть из них вы вкладываете в свой нарратив, а часть – нет. Ну, представьте себе историю, когда вы встречаетесь с человеком, встречаетесь, ссоритесь с кем-нибудь из ваших и близких. Вокруг множество фактов, касающихся вашей дискуссии, формулировок, обстоятельств дел, в которых, собственно, возникло соответствующее выяснение отношений. И вы из этого выстраиваете сами для себя удобный для вас нарратив. В ссоре мы всегда строим удобные для себя нарративы. Значит, мы используем те факты, которые нам выгодно, которые нам подкрепляют нашу позицию, наши аргументы. Но при этом мы с вами, значит, не игнорируем факты, которые зачастую даже нам в лоб произносит наш партнёр по дискуссии, который выясняет с нами отношения. И уж точно мы не пытаемся быть здесь предельно объективными. То есть наша задача – задача любого нарратива. Вообще мозг нам дан каждому из нас в отдельности для того, чтобы спасать каждого из нас в отдельности. Это первая задача мозга. Социальность является второй по очерёдности задачей мозга. Поэтому если вы хорошо развиты и ваш мозг неплохо работает, то вы, конечно, учтёте точку зрения другого человека, справитесь с когнитивным искажением, проклятие этой предвзятости, которая для нас очень свойственна и так далее. И мы можем как-то выскакивать из плена наших нарративов. Но обычно, когда люди что-то рассказывают, они таким образом обеляют самих себя и аргументируют собственную позицию. Поэтому если вы пытаетесь с помощью фактов майндмэпов, вот этих древовидных конструкций, решать какую-то проблему вашу для вас психологическую, связанную с взаимодействием с другими людьми, связанную с производственными, возможно, целями, то вы будете заложниками той истории, которая у вас в голове есть. Эта история состоит из, как предложение состоит из подлежащего сказуемого, и соответствующих всяких разных дополнений, так и ваш нарратив, собственно говоря, состоит из неких узловых блоков, которые вы вынесете на вашу майндмэп, и будете вокруг них колдовать. Но на самом деле у майндмэпа есть хорошее применение, и его нужно в этом смысле, эту технологию хорошо понимать и использовать, если вам нужно структурировать какое-то имеющееся у вас уже готовое знание. То есть, условно говоря, вы готовитесь к, я не знаю, к сдаче экзаменов, если кто-то еще подобным занимается в этой жизни. Вы выписываете, соответственно, по узловой вопрос, соответствующего блока знаний, создаете вокруг ключевые сущности его описывающие, и дальше их категоризируете. Вообще, чем хороши майндмэпы? Потому что в них легко использовать категориальную систему. Что такое категориальность? Это когда вы можете взять и описать разные объекты, используя одни и те же признаки. Ну вот, условно говоря, каждый человек имеет пол, возраст, психологический тип, характер, финансовое положение свое и так далее. И вот если вам нужно системно описать, например, что у вас там происходит с точки зрения коллектива, с точки зрения... Если мы говорим про подготовку к экзамену, то, соответственно, каждая, например, болезнь... Мы возьмем, например, в центре напишем внутренние болезни. Дальше определим сущности. И бывают болезни сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, мочевыделительные системы и так далее, и так далее, и так далее. Вы их вот так описываете. Дальше вы их делите на нозологии. Сердечно-сосудистая – это шимическое болезнь сердца, пороки сердца и так далее. И каждый из них уже из этих нозологий будут иметь соответствующие категориальные составляющие. Это и теология, как возникает патогенез, как развивается заболевание клиника, какими симптомами проявляется, чем лечится, лечение, побочные эффекты, осложнения и так далее. И вот так, когда вам нужно использовать, структурировать знания материала, который может быть легко подвергнут категоризации, то в чем хорош тогда майндмэп? Потому что вы точно не забудете нигде написать про этиологию, нигде это причина заболевания, ни про патогенез, ни про развитие, ни про лечение. Потому что вы… Это же древо, понимаете? Это же ветвь у него там. И они ветви одинаковые. И если это у вас и шимическая болезнь, а это у вас мочекаменная, понимаете? То вы эту категориальную конструкцию подводите и все хорошо, ничего не забываете. Если бы вы писали изложения, то вот тогда хорошо было бы использовать майндмэп. Но если вы хотите написать сочинение, и от этого сочинения, чтобы все пришли в восторг, и вообще оно было оригинальным, красивым, и стоящим, так сказать, то в этом случае, конечно, надо использовать наши замечательные факт-карты. Но давайте, прежде чем я про факт-карты скажу подробнее, все-таки проблема майндмэп. Значит, первое – это то, что это всегда какой-то нарратив. Вы начинаете определять важные для вас вещи, поэтому вы здесь в данном случае субъективны. Это первая составляющая. Вторая составляющая состоит в том, что, значит, и когда вы составляете факт-карты, вы, сейчас мы к этому перейдем, вы, собственно говоря, имеете технологию преодоления вот этой субъективности. Значит, вторая составляющая, которая связана с тем, что, значит, если вы создаете нарратив, да, историю, которая вас оправдывает, вы включаете в нее только те факты, которые не противоречат основной логике. То есть, условно говоря, если мы с вами вели справедливую войну, раньше в учебниках истории писали, что войны бывают справедливые и несправедливые. Вот, значит, и вот если мы вели войну справедливую, да, то если мы натворили каких-то бед, то мы не виноваты, потому что война была справедливая, вот, мы правильно действовали, вот, и раз мы правильно действовали, то если где-то там побилось старо, да, кто-то пострадал, все поумирали, города разрушили, там, и так далее, то мы не при делах, мы не в курсе дела. Вот, это, значит, концепция, которая помогает нам избавиться от противоречий Проблема Майдмэп, что вы, конечно, все время будете сталкиваться с противоречиями И игнорировать факты, которые, значит, эти ваши противоречия выявляют То есть выяснится, что ваши солдаты творили какие-нибудь безобразия Это противоречие справедливой войне Но вы поэтому можете выкинуть Значит, но если вы не видите противоречий Вы не можете создать эффективные модели реальности Потому что мышление – это создание эффективных, применимых на практике моделей реальности Потому что мы с вами все все время моделируем реальность Делаем это, используя нарративы, создавая истории, самооправдываясь То есть мы не учитываем точку зрения другого человека Других людей – это первая составляющая И вторая составляющая – мы, соответственно, игнорируем факты Которые способны вскрыть противоречия в наших утверждениях Поэтому майндмэп в этом смысле не самая удачная штука Еще раз, она очень удачная для структурирования знаний Особенно если вся система поддается эффективной категоризации Ну и третье, про что я хотел сказать – учет мнений других людей Второе – как так мыслить и использовать какой инструмент Для того, чтобы можно было не избегать противоречий А видеть весь набор фактов и таким образом действовать максимально точно Потому что игнорирование фактов приведет к ошибкам в нашей модели реальности Ну и третья составляющая – это, собственно говоря, ограниченность Потому что, когда вы вводите какие-то категории Вы, естественным образом, ограничиваете изложение Потому что в каждой теме есть все равно под темы Например, есть заболевания, которые являются такими кросс-дисциплинарными То есть, условно говоря, можно в болезнях Я еще все продолжаю составлять понятную мне факт-карту внутренних болезней Можно представить себе, что есть заболевание, например, язвенная болезнь желудка и двенадцатоперстной кишки Которую вы нозологически опишите и так далее Но она может быть совершенно по-другому проявляться Если эта же история окажется в рамках отделения уже не гастрометрологического Куда должна болезнь быть отнесена А, условно говоря, в рамках психиатрии Психотерапевтического, психосоматического отделения Там болезнь приобретет другое значение Другой вес, другой статус и так далее Но вы при этом, значит, когда находитесь в своих этих Вам сложно двух врачей одному пациенту назначить Потому что так у вас получается, что здесь кардиолог Здесь гипотолог, здесь гастроэнтеролог Здесь иммунолог, здесь там еще кто-то Но часто надо что-то еще другое Что, в общем, из другой оперы Потому что психические заболевания не относятся, как мы знаем, к внутренним болезням Значит, майндмэпы очень эффективный инструмент Не имеющий никакого отношения к факт-картам Значит, если люди, которые делают майндмэпы Думают, что они делают факт-карты Потому что у них в руках ручка, а перед ним бумага То, верно, они некорректно оценивают положение вещей Значит, факт-карта вообще другой инструмент Он предназначен не для структурирования знаний Он предназначен для того, чтобы пересобрать модель нереальности Решить проблему, с которой вы сталкиваетесь То есть, ну, вот ремонт, например Если, допустим, вы хотите делать ремонт Вам делать факт-карту или вам делать Или вам делать майндмэп Вы как там думаете? Если вы сделаете ремонт, вам лучше, конечно, делать майндмэп Почему? Потому что вы можете структурировать Весь этот процесс, категоризовать Потому что там смету, помните? Расценки, понимаете, даты Покупки, работы Там и так далее, и так далее Вы все можете описать заранее Потому что вы находитесь в неком ограниченном пространстве В котором факты крутятся-вертятся Шар голубой крутится-вертится над головой Крутится-вертится, хочет упасть А этот барыню хочет украсть Вот, значит, соответственно, ваша задача Использовать непосредственно этот вот майндмэп Все можно структурировать Древо нарисуйте Ремонт кухни Ремонт отдельной структуры Кухня, спальня, детская, гостиная, туалет Разделили Там все везде Есть пол, потолок, понимаете Ну, разные способы категоризации можно использовать Вот, и выпишите Здесь вам нужна краска Здесь нужны обои Здесь это После этого хорошо езжать В какой-нибудь магазин этих вот товаров Как его Хос-хос строительных товаров Вот Значит, но если вы решаете вопрос Там, уехать вам за границу Или остаться жить в этой стране Значит, если вы решаете вопрос Купить вам квартиру Или купить вам дом загородный Если вы думаете вообще покупать вам квартиру Или снимать квартиру Значит, вот здесь мы оказываемся в пространстве То, что называется открытой системы Да, то есть она открыта Значит, что значит открыта В закрытой системе мы заранее Как бы ограничены набором фактов Мы их можем категоризовать Мы их можем структурировать И нам к ней комфортно Потому что все понятно Значит, как только вы открываете Вы плываете Это вот как плавать в озере И плавать в океане Вот Вы выходите в океан И вот факт-карта нужна Для вот такой навигации Да Потому что если вы сталкиваетесь с вопросом Который жизненно для вас важен Здесь становится чрезвычайно важно А. Избавиться от субъективности Потому что если вы будете субъективны Вы точно накосячите Второе Вы должны обязательно в этом случае Значит, видеть все факты Да, включая противоречия Да, включая постановку под вопрос Самого вопроса Почему вы задались вопросом Что вам надо что-то вообще в принципе Приобретать какую-то жилплощадь Почему вы задались вопросом Что вам надо переезжать Да В рамках майндмэпа Задаться по таким вопросам невозможно Да А нам нужно выявлять противоречия Точно так же Сохранять отношения Или разводиться Там и так далее Составьте майндмэп на разводиться Я вот посмотрю На это древо Со слезами на глазах Как в песне пелось Понимаете Вот Нет, здесь нужна, конечно, факт-карта Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому